девочки мальчики привет сегодня такая интригующая тема расклада на общих каналах мере ведьмы тема про предназначение но я решила ее немножко выкружить иначе потому что я буду искать для вас вектор движения все-таки предназначение потому что одно дело когда ты его знаешь что ну ничего не делаешь то другое дело когда те четко рассказывают какие шаги нужно сделать дан для своей цели для меня честно говоря прям расклад через сопротивление потому что ой многие считают что тема предназначения она знаете какая-то вот настолько сакральная что нужно платить какие-то безумные деньги каким-то левым людям которые определяют ваше предназначение плюс еще учит вас определять предназначение другим людям и мне честно говоря вот в эту прям воронку безумных продаж и эзотерического шизотерического простите маркетинга попадать не хочется у меня есть свое видение что такое предназначение во первых давайте будем говорить о том что есть правило десяти тысяч часов которая работает абсолютно в любой сфере до десять тысяч часов и по вы посвящаете какому-то тело вы можете уже считаться профессионалом да есть такая теория и на самом деле я ее придерживаюсь и считать что после предназначения вам прям плюшки как бы с него посыпятся вряд ли но а энергия появится до на выполнение тех дел которые мы всегда стремились до к сути наверное своей поэтому наша задача будет все-таки достучаться до сути сегодня но это не про то что это будет какая-то профессия конкретная да это не про то что вот ты вот это вот это делай собственно и будет тебе счастье вы понимаете что вот эти инструкции по применению механические они знаете никогда не про высокое предназначение а это просто инструкция по применению да то есть когда мы ищем к себе инструкции по применению это это значит, что ее кто-то написал ему действительно прям в этой системе, ой, прикольно, да, ну, то есть ко мне выдали инструкцию, мы вообще сейчас не про это, я именно про то, что есть понятие эмоционального интеллекта, и если мы знаем свои скиллы, да, знаем определенные навыки, плюс развиваем эмоциональный интеллект, мы действительно можем достигнуть высот, и не всегда у нас предназначение это что-то высокое, это что-то мистическое, потому что даже если мы будем разбирать теорию КАС, мы понимаем, что не все маги, черт возьми, да, и не каждую вторую женщину сжигали на кострах, как этим вот прям очень здорово манипулируют, ну, как это сказать, я уж не знаю, магия от инфобизнеса, а все же намного проще и намного закономерней, понимаете, да, и поэтому как бы считать, что я обязательно избранный, не получая подтверждения, и при этом как бы прикрывать свою, например, какую-нибудь несостоятельность в материальном мире, это не есть предназначение моей прекрасной, я видела большое количество людей, еще предназначение просто девочкой замечательной быть матерью, да, вот, но поскольку здесь просто были, может быть, запудрены мозги, понимаете, может быть, воспитание, может быть, еще что-то, да, то есть она находилась в роли мечевой, абсолютной женщиной, делая карьеру, но при этом не испытывая счастья, понимаете, в своей жизни, потому что у нее была нереализованная как раз линия материнца, это же тоже момент предназначения, если она классная мама, да, и она что начинала делать? Она начинала воспитывать своих сотрудников, и здесь уже получается у нас не бизнес, а сказала бы, что на это, да, там, собственно, да, предпринимательство, вот, и дело это в том, чтобы, наверное, не ждать чего-то высокого, да, но при этом обладать определенными амбициями. Почему я говорю, что не ждать высокого? Потому что, как правило, довольствуясь малым, да, довольствуясь даже скромной миссией, мы на самом деле несем величайшую миссию для всей Вселенной, потому что, безусловно, являемся важной шестеренкой. Мне, кстати, вот недавно снили сны, где мне говорили о том, что я боюсь брать еще какую-то высоту, и я, честно говоря, прям там во сне посидела на пол головы, потому что я думаю, ну куда, что они еще от меня хотят. Вот, но благо, что он, видимо, я себе разрешила наставников, которые периодически меня прям подсвечивают. Будем смотреть, что с вами. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. В инфобоксе время начала вашего видео. Огромное спасибо моей прекрасной аудитории за адекватность. Это вот очень, как бы, важный параметр, вот благодаря которому я реально с вами работаю. Да, понятно, что люди разные, но вы настолько адекватные, а у вас настолько адекватные комментарии, настолько просто вот развит у кого-то эмоциональный интеллект, да, но моменты осознанности, понимаете, они всегда видны. Это классно. Это говорит о том, что вот мы действительно все растем. Кто как, да, кто вширь, кто вглубь, кто вверх. А если мы растем, может быть, наши задачи на жизненном пути будут для нас сложнее. Я это не могу отрицать, конечно, но справляться нам будет проще, потому что у нас появляются причинно-следственные связи. Вот, спасибо всем тем, кто в разной степени поддерживает мои проекты, кто в них участвует, кто доверяет мне как ментору, кто со мной в проживании старших и младших арканов. Я потихоньку буду, конечно, рассказывать. Вот, может быть, даже делиться где-то отзывами. Это просто не... Мне хочется это делать, как... Как это сказать, знаете, открывать эту тайную комнату, потому что это индивидуальные процессы. Но я понимаю, насколько сейчас велик интерес к проекту. Потому что мы делаем то, что они делали Тарологи раньше. В частности, младший аркан. Их не проживает. Не знаю, по какой причине. Вот, поэтому я тоже буду об этом рассказывать. И тем, кто присоединился, на самом деле вы очень крутые, потому что те квесты, которые вы проходите, они реально прям зубодробительные. Очень мощные квесты. Это не игрушка какая-то, да. Это меняет сознание, это меняет ваши неровные связи. Это дает вам больше свободы. Поэтому я, конечно, за вас за всех держу кулачки. Кто-то не дойдет, кто-то сойдет с дистанции, да. Но тот, кто придет к цели, никогда об этом не пожалеет. Все, наверное, да. Сказала все, что хотела. Немножко пафосно получается у нас. Но, видимо, это энергии, которые необходимы для настройки на расклад. Потому что, видимо, хочется мне патетики чуть-чуть. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Иногда, знаете, можно поменять камешек и поменять свое восприятие ситуации. Посмотрите со стороны. Все, я думаю, что было время. Все, мои прекрасные единички, я вас приветствую. Я буду работать с вами на Dream Keepers. Но у меня ощущение, что вы очень баетесь выполнять свое предназначение. Сейчас мы будем сталкивать немножко вас лбами с вашей иллюзией, да, относительно себя, как бы и вашей реальностью. Как вы думаете, в чем ваше предназначение? Интересно? Как вы думаете, в чем ваше предназначение? Работаем в прямых позициях так красивее. Ой, слушайте, здесь вот момент какой-то меланхолии, страдания все-таки, да, четверка кубков, контроль эмоций, безусловно. Сказать, что вы знаете ваше предназначение, нет. Ощущение одиночества, ощущение стагнации, ощущение отшельничества в вашей жизни может присутствовать. При этом обратите внимание, что это не чистый аркан-отшельник. Я бы тогда могла сказать, что это ваше предназначение. Ну да, у вас такая тупиковая ситуация. Вы в себе на самом деле взорвали мозг. Состояние апатии, да, и тут, скорее всего, вы запутались, и вы не знаете, кто вы и что вы. Хорошо, давайте так. От чего же мы, собственно, бежим, да? От каких знаний о себе мы бежим? Что мы не хотим осознавать в этой ситуации? Поэтому мы зажмуриваем глаза и говорим, да нет, у меня никакого предназначения. Я не хочу про это думать. Я уже воткнула себе ножницы в мозг, да, но как бы вот он и не там. Ну смотрите, это же моменты, когда мы не хотим, видимо, идти в эту трансформацию, либо мы не хотим принимать энергии смерти. И вы знаете, вот парадоксальный момент, потому что люди с энергией смерти, люди, которые действительно про то, чтобы в течение жизни меняться, да, наращивать потенциал, накапливать внутреннюю силу свою, да, менять жизненные обстоятельства для себя там в лучшую сторону, а знаете, вот им кажется, что у них очень тяжелая энергия. И может быть, да, когда вы встречаетесь с людьми, ваши какие-то действия, ваши слова, они реально для них могут быть судьбоносные. Ну слушайте, энергия смерти, ну почему-то кажется, что она достаточно тяжелая. Хотя вот мой опыт говорит, что она очень мягкая, нежная, да, и смерть прекрасна, да, и смерть это просто момент перехода. Это про то, что мы действительно не должны бояться расставаться с прошлым, потому что вы будете умирать при жизни, воскресать условно несколько раз, да. Может быть, если вы строили свои натальные карты, вы замечали там моменты, может быть, как это называется, взлетов и падений, да, то есть здесь действительно как американские горки. Но мы боимся этих трансформаций, мы боимся этих изменений, да, потому что, скорее всего, что? Что происходит в этих изменениях с нами? Это всегда очень сильно эмоционально бьет по нашему сердцу, по нашей анахате, да, может быть, еще и по низам, потому что, ну тут вот такой момент, что через смерть, через, как это сказать, когда я из своей жизни убираю что-то ненужное, ко мне приходит большое количество потока любви и действительно очень высокие энергии сами по себе. Может быть, даже моменты некой жертвенности могут присутствовать, но при этом какой-то безусловной любви, да, и вам бы в это состояние безусловной любви выходить бы, но оно для вас очень болезненное, да. Мы не можем почему-то себе позволить поточное состояние жизни, поэтому постоянно будем взрывать себе мозг. Давайте. Вот, собственно, вот эта четверка кубков, когда мы взорвали мозг, когда мы в очередной раз просто остановили свой полет мыслью, фантазии, да, и вот это вот ощущение, что я танцую все-таки в своей жизни, оно к чему приводит? А оно приводит к тому, что я снова надеваю какую-то социальную маску, да, то есть я знаю, в чем я хороша, я знаю, как мне кажется, в чем мое предназначение, да, но все-таки это девушка, которая вышивает себе новое лицо. Вам кажется, что вы в этом хороши? Вам кажется реально, что вы в этом хороши, но ощущение, что это мне дает счастье. Давайте. В чем же вы хороши по восьмерке Пентакли? Вам кажется, что вы про любовь к себе? Смотрите, вы про эмоционально-чувственную сторону жизни, а вам кажется, что вы нашли ключ своему сердцу, да, как бы пониманию происходящего. И может быть, вы, конечно, не ошибаетесь, но где-то в глубине души все-таки, да, у нас четверка кубков. И вот это вот, знаете, такой момент от любви к ненависти, да, по отношению к себе и к миру. Понимаете, здесь один шаг. То мы себя любим, то мы себя ненавидим. Мы себе запрещаем, смотрите, мы себе реально запрещаем вот это потоковое состояние. Почему мы так сильно его боимся? Потому что оно нас дезориентирует в пространстве, да, потому что наше состояние, безусловно, любви, вот этой поточности, такое ощущение, что очень сильно отрывает нас от материального мира, да. Может быть, это, кстати, момент псевдодуховности, когда у нас не получается реализоваться так, как мы бы хотели, нам кажется, что материальный мир нам не интересен. Да, материалка конечна. Ну, собственно, вот, у тебя есть определенные желания, ты достигаешь этой материалкой, конечна. На самом деле, знаете, здесь страх признать свою внутреннюю пустоту, да. Здесь мы что-то отчаянно кидаем в свою черную дыру. Что же мы кидаем в свою черную дыру? Дыра там, конечно, размером с космос. Мы в эту черную дыру, на самом деле, как это сказать, кидаем ожидания относительно себя, да. Нам почему-то кажется, что у нас либо нет предназначения, либо оно трудно реализуемое, да, само по себе. И вот тут вот, когда мы себе создаем условия жизни, ну, понятно, что часть мы, конечно, создаем, да, через свои там нейронные связи и так далее, там, прошлый опыт и так далее. Вот, но понятно, что есть еще и обстоятельства. И вот эти вот обстоятельства, понимаете, они нас дезориентируют, они нас уводят в состояние десятки мечей, глубочайшего кризиса. И чтобы, собственно, нам не признавать, как это называть, сущность бытия условно, да, что все бессмысленно, ничего не имеет смысла, может быть, ничего не имеет смысла, кроме любви, кто нас знает, к чему мы придем, да. Здесь мы, на самом деле, готовы верить в великую миссию. Но давайте все-таки про наше предназначение, раз нам все-таки его показывают и подсвечивают. О чем это? Все-таки, слушайте, нести благие вести, однозначно, да, здесь рыцарь жезлов, сама по себе карта достаточно неплохая. Если бы я сейчас работала на архетипы тени Чака Спецана, в архетипах есть такая прекрасная карта, как ангел, как вестник, да, вы будете нести хорошие вести, вы действительно будете, может быть, давать свет, сейчас я посмотрю. Вы появляетесь с хорошими вестями, вы к добру, поймите. Сейчас еще вашего рыцарь жезлов немножко раскрою. Видите, я хочу читать всего как вестника. Знаете, такое ощущение, что вы приходите и говорите, слушай, я вот, помогите разобраться, все будет хорошо. И так, если у нас есть такие скалы, на самом деле, рассказывать человеку, что можно поменять в пространстве, чтобы все было хорошо, это отличное предназначение. И, кстати, у вас не должно быть конкуренции с мужчинами, потому что, ну, поймите, как бы, что вы в одной лодке, да, то есть мы долгое время можем пользоваться мужскими энергиями, сами себя за это ненавидите, да, но при этом как будто вот у нас нет ощущения важности, нужности мужчины, да, потому что я сама достаточно самостоятельная, да, мне хочется такой быть. Хотя это карта императора. Император – это человек, который выстраивает структуру. Император – это король своего королевства. Здесь, безусловно, если мы уходим в состояние жертвенности, то здесь наша миссия превращается в спасательство, и я тут самый Данка, который через горящее сердце, да, свое, когда он вырвал его из груди, помните в Старухе Зергель, насколько помним, притча. Вот. Он осветил путь, или Моисей, который водил 40 лет евреев по пустыне. И там есть ощущение, что нет личной миссии, да, есть миссия служения, служения человечеству, но это в том случае, если есть определенный перекос. Если перекоса нет, мы действительно вот эту свою миссию можем использовать реально во благо, понимаете? Служение – это тоже, конечно, прекрасно, но ощущение, что вы к этому не готовы, не хотите, и для вас это, знаете, да никогда в жизни вообще, да, я не про служение, да, как мы относимся к служению все-таки. Вы считаете, что люди должны получать по заслугам, да, но при этом у вас нет баланса, вы даете больше, чем берете, поэтому для вас, понимаете, это такой момент. болезненные достаточно, потому что вам реально проще вывернуться наизнанку, чем что-то кому-то делегировать, попросить о помощи, да, может быть, ваша помощь даже местами напоминает пассивную агрессию, потому что в голове постоянно негативная программа, что мне не помогают, да, и, к сожалению, здесь вот можно провалиться в состоянии мученика все-таки, мученика, который, вот его миссия, понимаете, такая мучиться. Ну, вот смотрите сами, если вам об этом комфортно, если вы чувствуете какую-то божественную любовь, свет внутренний и так далее, ну, почему нет? Я здесь вот абсолютно с абсолютным уважением. Но если все-таки здесь нет перекосов, это именно про то, что мы действительно говорим человеку, слушай, у тебя все будет хорошо. Давайте смотреть, какими методами мы это делаем. Мы это делаем, во-первых, через то, что мы помогаем ему управлять его жизнью, да, это момент коучинга, момент психологии, кстати, это момент, когда мы можем приходить в проекты просто для того, чтобы навести порядок, да, это структуры, это прописывание стратегии, это аналитика. То есть мы создаем, получается, из бардака структуру. Мы не про хаос, да, конечно, кто-то из вас вот может сказать мне, что как бы в магии хаоса тоже много структуры, например. Так, да, прям отсылка к практикам. Но все-таки это про это про то, что вы реально можете взорвать себе мозг своими бесконечными самокопаниями, придирками, самобичеванием, критицизмом и так далее, да. Поэтому мы не хотим уходить из вот этого состояния стагнации, смерти, да, вечных трансформаций в, понимаете, в состояние, когда, в принципе, я четко понимаю, почему у меня в жизни такая ситуация, как я это притягиваю, да, как мне можно вытащить из этого свои определенные энергии, ресурсы. Так вот, вы будете получать помощь людей однозначно, вы будете получать много благодарности за помощь, но в том случае, когда вы научитесь быть в балансе по шестерке Пентаклей, может быть, ваша миссия еще может перерасти в некое наставничество. Наставничество, менторство и прочее, прочее. Расыпаете, да, мне? Вы сами себе это отрицаете, потому что отрицаете свой профессионализм, да? Самое интересное, что у вас и Рафанта вообще пока нигде не вышла. Есть такой вот момент. Вам кажется, что вы постоянно проходите уроки в жизни, и вы как будто вот все не можете достичь профессионализма тогда, когда уроки даете вы. Или выбираете для себя уроки, которые знают, что вы пройдете, да, что вы от этого получаете. Где вы теряете энергию? В конфликтах, сопротивлении, разрушении. Тут классик. При этом вы эти башни будете устраивать себе сами, в драме, понимаете? Вы эту драму прям будете устраивать себе сами. Что она вам дает? Дает ощущение ценности. Через обесценивание нам дает ощущение ценности. Где наша энергия? Смотрите, наша энергия, когда мы не боимся выстраивать стратегии там, где другие запутались. Тогда, когда у нас нет ревиальной методы. Тогда, когда мы действительно даем себе эмоциональное наполнение. Потому что спрашивают, где энергия, нам показывают восьмерка кубков, да? Восьмерка кубков, да? Такое, знаете, состояние не очень приятное эмоционально, но при этом это отличный знак, что нужно идти в новое все-таки. И вот новаторские подходы, путешествия, да, как это сказать, постоянное, наверное, поднятие себя с эмоционального дна, да, нам будет давать энергию. Сейчас я еще немножко раскрою вашу восьмерку кубков. Это получается, что уходить из системы создавать свою, да? Это пластичный мозг, это постоянное изменение нейронной связи, это про то, что мы действительно можем менять пространство через то, что мы меняем наше сознание. При этом, скорее всего, будем учиться менять свое сознание, потом сознание других людей. Талантов, на самом деле, у вас много. И, кстати, много талантов по отцу. По отцу с коленей, она такая достаточно мощная, я же не знаю, насколько они реализованы. Вот. Люди по папе. Давайте сейчас быстренько просто родовые задачи по маме. наладить отношения с мужчинами. И, кстати, идти путем своей души, это очень важно. Мама, видимо, не шла путем своей души. А по отцу? А тут, скорее всего, его, скорее всего, запихнули, да? Все-таки, вот эту всю историю с пентаклями, а он такой немножко непрекаянный. Это про, во-первых, искать взаимодействие и помощь со своей родовой системой, потому что по отцу мне показывают там прям какая-то как пропасть все-таки. Так как вот восстановить все-таки связь с родовой системой по отцу. Это важно. Получится у вас, котик? Да, вы найдете способ. Вы обязательно найдете способ. Такое ощущение, что вам даже будут помогать на вашем пути. То есть, смотрите, ощущение, что вам дают большое количество инструментов, да, и ждут, когда вы будете ими пользоваться, а вы что-то нет. Ну, вот смотрите, у вас четверка кубков, да, как бы семерка пентакля, вечное вот состояние ожидания. Чего мы ждем вечно? А просто вот какое-то счастье, да? Я даже не знаю, говорит, что мое счастье. А мы свое счастье себе не разрешаем, не позволяем, потому что мы разобраны, понимаете? Мы как-то деревянный пазл, красивый абсолютно, там, который нужно собрать, чтобы получилась как бы цельная картинка. Насколько вы на пути к своей цели? Ну, на самом деле, давайте по-честному, что эта карта была перевернутая, да, поэтому мне хочется все-таки благоприятный прогноз, да, на пути к цели. А так бы, сказала бы, что блуждаете. Что делать? Собирать все-таки пазл, да, то есть постоянно задавать вопрос себе, кто я, да, как я себя чувствую, что у меня на уровне тела происходит. Хочу я этим заниматься, не хочу я этим заниматься, да, то есть мы пока не можем собрать из себя целостную картину. Что будет, когда мы соберем целостную картину? Представляете, у нас сколько энергии, да, и вот тогда как раз наше предназначение с точки зрения высшей сил откроется. Вы будете помогать людям тоже вот собирать себя. А давайте еще почитаю. Собирать себя по частям, это еще может быть медицина и целительство. Собирать части потерянной души, знаете такое? Это про вас. Все единички. Ну что, вот такое предназначение. Если вы на пути к своей цели, это же прекрасно. Вот такой был для вас прогноз. Двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами, то есть если у вас предназначение, ну и собственно, что нужно сделать, да, чтобы быть на пути к своей цели, первые шаги к цели. Вы тут запутались, да, от порцы вы своей реальности, или все-таки какие-то люди вмешиваются в вашу жизнь, да, и как бы вашу стройную структуру разносит просто к хренам. Сейчас будем смотреть. Нарушены личные границы еще могут быть. Давайте, так, как вам кажется, в чем ваше предназначение? Как вам кажется, в чем ваше предназначение? Быть защитником, понимаете? Это паш мечей все-таки. Ну, давайте так, я почитаю сейчас положительные и отрицательные аспекты. Если все-таки быть защитником, да, это значит просто справляться с разрушениями несправедливостью. Если все-таки мы пойдем в перекос, это будет достаточно сложная жертвенная позиция, вам будет казаться, что вы жертва этого мира, да, что вы абсолютно не понимаете, что от вас хотят. Да, это такой немножко испуганный, обиженный ребенок, такой немножко ежик. Вот, если здесь какая-то хитрость, если здесь энергии того, что я действительно хочу получать выгоду от тех людей, которые находятся рядом со мной, сейчас тоже еще посмотрю, о чем здесь паш мечей, как вам кажется, ваше предназначение, десятка кубков. Вы такие манипуляторы, немножко могу сказать. Почему вам кажется, что в вашей жизни то ли не будет любви, то ли она вам должна доставаться достаточно сложно, да, через определенный терник, и к звездам, то есть я должен пройти определенные препятствия. Вы знаете, тут ваше предназначение, какое пройти через нелюбовь к себе, через непонимание себя, через отрицание себя, непринятие, постоянное переделывание к какой-то вот тотальному чувству, что вот я прям дома, да, я часть этой вселенной, я там, как я не знаю, что там, дзен, да, состояние дзенной гармонии. Да, нам надо будет найти себя. Ну, как бы вам кажется, что нет, вы вообще не на пути к своей цели. Ощущение, да, слушайте, что жизнь будет вставлять вам палки в колеса, для того, чтобы вы осознали, кто же вы есть на самом деле. что привело к этой ситуации? Что привело к этой ситуации? Да, какой-то эмоциональный раздрай, да, пятерка Пентакли, кстати, одна из моих самых прям нелюбимых карт в колозе, вот, я знаю, что торологи очень боятся десятку мечей, там, десятку жезлов, да, а мне вот эта вот пятерка Пентакли, видимо, это какой-то мой этот личный грех, как сказать, вечный такой-то, знаете, момент опустошенности внутренней, да, может, вы стали задумываться, кто вы и что вы, может, финансы, кстати, посыпались, бывает такое, когда нам перекрывают деньги из-за того, что мы работаем на нелюбимой работе, да, условно. Тут ощущение одиночества, ощущение того, что я жертва, ощущение того, что, может быть, я где-то в рабской даже позиции перед пиццом системы, там, бывших, бывшие какие-то мои отношения, да, мое, собственно, положение в семье, как бы и прочим, да, то есть пятерка пентапли, четверка мечей, это просто вот ощущение какой-то внутренней непрекаянности, очень болезненные отношения, болезненное состояние, да, ложное представление о себе, в частности, там, свои вот эти вот тени, которые вот мы видим, да, как вот истинное мнение, да, что я там неудачник, я лузер и прочее, прочее. ощущение, что это прям перекрытые каналы, да, бессилие, да, зачем вам эта ситуация нужна на самом деле была, а все-таки по верховной жреце, для того, чтобы найти себя в первую очередь, да, для мудрости, возможно, для того, чтобы вы открыли все-таки интуицию, сейчас я посмотрю, что опять же нас привело к тому, что у нас закрыта интуиция, но у меня ощущение, что вы будете уходить от людей все-таки, понимаете, вы будете где-то искать через самопознание себя, да, все-таки верховная жрица, верховная жрица, королева мечей, это женщина, которая живет в голове, смотрите, женщина, которая живет в голове, женщина, у которой большое количество контроля, опять же, да, слушайте, королева мечей, верховная жрица, очень мудрая женщина сама по себе, женщина, которая, может мне кажется еще мужчины смотрят на просто таки энергетика больше женская слушайте как это говорят что мудрая не по годам все-таки кстати еще обдаление может быть вообще со стороны женщины вашего роду понимаете который просто вас заставляет быть в системе заставляет быть принадлежностью системы рода да а вот этот вот наш паш мечи мы тщательно сопротивляемся еще такой момент сложно может быть сепарация сложная сепарация с родителями то есть мы уже выросли как бы а нас не воспринимает как взрослых личностей да здесь женщина который очень боится вырасти потому что для нее взрослая жизнь знаете это просто перечень очень скучных обязанностей да это про то что я действительно вешаю на себе герму так называемой взрослой женщины да и из моей жизни уходит радость таком ключе поэтому мы вот всячески будем заигрываться в состоянии такого детства или избранности или вот что такое что невеликая миссия давайте так еще раз как вам кажется в чем ваша миссия да вы не знаете как потому что вы действительно ищите опоры но ищите пока опору внешнюю либо на работу либо на мужчину частности да тут еще кстати как вот знаете как кармическая миссия проработать отношения с мужчиной в частности с отцом да и со своими мужскими энергиями которых так много и мы так сильно давим до что мы вот выглядим с одной этой стороны как хрупкие достаточно дамы да когда с ним начинаешь общаться понимаю что палец вроде не клади да и такой когнитивный диссонанс нас реально могут люди побаиваются побаиваться из-за того что мы крайне непонятно себя транслирует не даем ощущения безопасности рядом с нами хорошо а с точки зрения высших сил почему вам кажется что вы темные какие-то не такие как все на пятерка мечей все таки и вам действительно нужно учиться защищаться потому что ваша миссия это защитник чего нам сейчас не хватает чтобы выйти в эту миссию защитников чего нам не хватает сейчас мы вообще в другую сторону смотрите смотрим мы вообще смотрим другую сторону где мы видим сейчас свои перспективы где мы видим свои перспективы растим получается силу свою до либо действительно пытаемся идти туда куда нас направляли мама там бабушка там папа и так далее да то есть нас направляли в определенную вот эту систему мы там были вот с одной стороны это конечно просил и с другой стороны может быть силовые структуры может это давление определенное да это работа в политике там не за что внутренние органы и так далее да внутренние органы же правильно называется но я не про организм и вам кажется что ваша миссия там и вам кажется что вам не дают и вам как бы не нужно совсем до что во мне не дают заниматься тем чем вы хотите дача вы хотите заниматься ваш кубка все-таки как будто вам не дают вырасти смотрите как будто вы не принимаете свой рост не принимаете свою мощь мы все равно хотим быть жертвой им к сожалению жертвой системы да такое ощущение что вот я что-то хотел это в детстве но вмешивались обстоятельства вот она пожалуйста двойка пентаклей я кстати делаю с интересом медитацию на двойку пентаклей я прям делаю медитацию на хейтеров которых на самом деле достаточно большое количество да и здесь вот такой момент что вы действительно могли встречать хейт относительно своих способностей и талантов от людей которые хотели бы жить жизнью такой какой но у них на это нет ресурсов да им страшно вообще выходить из тени и поэтому они начинают что делать они а с точки зрения своей собственной безопасности своих собственных проекций новых прекрасных запутанных головах они начинают вас как бы хейтить чтобы спустить на уровень ниже понимаете какой момент вы здесь вот да на в нас здесь не верили смотрите у нас здесь достаточно сильное давление да и мы как бы вот привыкли чё делать мы привыкли чё доказывать мы привыкли доказывать что блин посмотрите мне есть перспективы да посмотрите мы что-то короче живем постоянным доказыванием да к чему это приводит ну это приводит тому что мы максимально выкладываемся в той работе в которой у нас нелюбимая да а потом мы сваливаем и ищем что-то новое, потому что это нам не дает счастья, но мы абсолютно от себя отвернулись, доказывающики мы. Вот постоянно что-то боремся, постоянно пытаемся вписать себя в эту систему. Давайте, что хотим на самом деле. Прям даже закрою вам две карты. Интрига. Если мы защитники все-таки, да, в пятерке мечей. Ой, ну тут такая интересная история, что вполне может быть я для кого-то читаю по второму варианту, что здесь нужно быть хранительницей ресурсов родовых. Понимаете, да, у кого-то еще и Регина. Вот. Или, как это сказать, конфликт с женщиной, которая распределяет ресурсы в вашей семье. Может, мама, если это мама, да, бабушка и так далее. То есть вы прям, короче, миссию точно не хотите родовую принимать. А что они по этому поводу думают? Ага. Тут вот такой момент, что все равно как бы она тут занимается самообманом и как бы как-никак все равно все будет так, как надо, да. Хорошо. Давайте, в чем же вашем, собственно, предназначение там? А тут императрица, а тут материнство, а тут семья, понимаете? Женщина-королева Пентакли, она такая достаточно приземленная все-таки. Как бы нас не пыталась там просто отбросить в это все пунктарство и так далее, все структуры головного мозга, да. И вот нам действительно кажется, что вот мы такие прям мечевышная жизнь как бы закалила. Фигоподобного. Оказывается, двойка-то у нас Пентакли, поэтому, в принципе, будет очень часто бросать на приключения на уровне тела, потому что вы понимаете, что тело это ресурс. Это, в принципе, как бы женщина, вот по королеве, да. Женщина, которая лечит тело, да, у которой достаточно здоровое тело должно быть. Вот у самой, опять же, да, чтобы она в ресурсе была. То есть, ну, первым делом, если есть какие-то сложности с головой, головой вас будет дичайше бить психосоматика. Вот как вам понять, что вы отклоняетесь от своего пути? Вас будет дичайше бить психосоматика. Поэтому я, конечно, не могу рекомендовать вам всем абсолютно изучать, но поймите, что у нас есть причинно-следственные связи, да. И лучше, конечно, свое тело слушать. Насколько я знаю, сейчас это все признано уже, да, на официальном, ну, официальными источниками медицины, да, связь все-таки, нервной системы. Да даже я, когда училась в Узии, уже тогда это все признавали. Конечно, споры шли. Ну, говорят, что все болезни от нервов. Так вот, смотрите, ваша королева Пентакли реально здесь может страдать. При этом смотрите, где вы можете страдать, где у вас, как бы, болячка, что вы идете против себя. Это болезни по-женски. Это, естественно, матка. Кстати, здесь могут быть еще различные сложности, которые связаны с венерическими заболеваниями. Ну, то есть, как бы, партнеры, да, всяко разные могут быть. Даже абсолютно случайно, вроде, окажется, что человек нормальный, а он там либо несовместимость, либо еще что-то. То есть, понимаете, ваше тело, это как фейс-контроль. И слушайте, пожалуйста, свои эмоции на уровне тела, это очень важно. И вот, может быть, здесь промиссию, когда мы и другим помогаем, да, создавать тело своей мечты, когда мы его врачуем, это массаж, это, ну, что у нас там с телом-то связано, по королеве Пентакли. Плюс это еще и, естественно, благоустройство дома, быта и так далее. Но мы же прекрасно понимаем, что изначально, если дома нет внутри, то какой же он будет снаружи, да? Это про внутренний покой, гармонию, и, как ни странно, все-таки это про здоровое тело. Поэтому это врачебные различные практики, это целительство, это там, если целительство, травки, там, камни и так далее, да, все вот на уровне природы, да, там, свечная магия, может быть. Что у нас еще по Пентаклям? Все, что связано с землей, да, если мы не рассматриваем момент взаимодействия с телом, да, рассматривать момент плодородия, земледелия. Вы, кстати, можете миксовать вполне, то есть, ваши ничего, энергии, то есть, у вас есть, например, далеко идущие проекты. Я, кстати, отдавала как-то вот свой личный скилл, рассказывала. Вот в то время, когда мне было очень интересно создавать различные бизнесы, но моя, как бы, любимая категория, это все-таки продукты. Это прям вот вообще хлебом не кормить, там, вот эти все эти крафтовые истории, так, понимаете, придумать, где-то придумать, где-то что-то редкое найти. Вот, было у меня такое, да, я там сама там пробовала что-то делать, что-то выращивать. И, как бы, я поняла, что мой тогда, ну, в то время, как бы, финансовый доход зависел, ну, по сути, давайте так, как Пентакли, от чего зависел все тогда у них, да, доход финансовый? От урожая, соответственно, да, от количества урожая, там, как они, там, собственно, земледельцы его продавали. Я давала вам, да, в лекционной части как раз Пентакли с точки зрения Франции и Пентакли с точки зрения Англии. Так вот, с точки зрения Англии, все-таки земледелие, да, как-никак. Вот, и время там сбора урожая. И вот, собственно, вот ровно такая история, да, хотите денег, посадите какой-нибудь, я не знаю, помидор, условно, там, себе на окне, да, заботитесь о нем, там, выращивайте и смотрите, то есть будут сходы, да, и будут сходы в ваших проектах. Это такие закономерные прям процессы. Вот, у меня такое было. Я периодически это практикую. Можно руки просто в землю погружать, да, это тоже дает тебе медитативное состояние. Там, цветы пересаживайте, например. Что-то делать руками, там, тесто, создавать какие-то блюда, там, специи, травки и так далее. Вы прям в этом мастерица, понимаете? Здесь реально женщина-мастерица. Здесь, на самом деле, предназначение в некой изобильности, да, в некой плодородности, понимаете? И через принятие этих энергий у вас будет прокачиваться ваша императрица. Ой, слушайте, видимо, я опять какое-то внутреннее сопротивление ловлю, да, потому что... Сейчас объясню, почему мне сейчас начинает просто вот ломить левая сторона головы, и я понимаю, так, в чем вообще затык? И я так понимаю, что это все-таки связано с мужчинами, потому что многим женщинам кажется, что если я ухожу в пентаклевой энергии, и начинаю пахнуть зажаркой, да, и он все равно предпочитает какую-то холодную мечевую, там, или кубковую, у которой лапки, условно. Многие женщины очень сильно этого боятся. А вы прям защитница, понимаете? Вы прям защитница пространства. Вам жить в доме, вам рожать детей, да, или если все-таки мы будем говорить с вами, что, ну, не все это хотят, да, не всем это комфортно, но это все-таки про создание дизайна, да, про, может быть, архитектуру, про действительно бизнес, который связан с продуктами, с производством, да, что-то делать руками, опять же. Ну вот, объяснила, что это йога, массаж, да, то есть различные практики по исцелению тела. Энергетические ли? Смотрите сами, но все-таки подкреплять лучше вот чем-то на физике. Тут энергетики будет недостаточно, хотя, по сути, вот здесь вот био-практики, как бы массажисты у меня по второму варианту прям хорошо просматриваются. Ну что, вы идете в сопротивление со своей миссией по королеве Пентакли? Да, конечно, естественно, потому что у нас иллюзия относительно себя по дьяволу, да, вот, потому что нам кажется, да, что это слишком праздный образ жизни, мы же лучше пострадаем-то, конечно, вырастим себе холодную, закрытую женщину, а нам кажется, что если мы живем, как это сказать, в ладу с массе Пентакли, это слишком скучная жизнь, да, для нас? Вы будете постоянно ловить либо треугольники, либо что-то еще, потому что здесь сильная сексуальная привлекательность, эта сексуальная привлекательность, она реально идет о земли, понимаете? Вот вы прям сочные очень, да, а женщины, действительно, с которыми будут мужчины рядом, если действительно здесь вот эта вся история подчинена, если мы когда-то не закрываем наши эти нижние чакры, да, там не переживаем большое количество предательств и так далее, да, не идем в состояние сопротивления, если мы вот реально выходим на свое предназначение, да, это женщина, которая рожает любое большое количество детей, если у нее нет детей там к этому времени, пока она, как-то сказать, разбирается с собой, или различные вмешательства на уровне тела действительно были, да, там, удаленные органы там, женские и так далее, да, всякие полостные операции, это именно про то, чтобы, может быть, заниматься волонтерством, благотворительностью, взять приемные детей, там, да, или какую-то часть денег там переводить в какие-то приюты, да, то есть вот этот момент, и деньги, понимаете, это у вас не отнимает, это наоборот приумножает, да, это такая дающая женщина, а мы как раз вот, я же показывала вам, да, что вот у нас, боимся достаточно идти, как бы, в это состояние, потому что ощущение, что мы не получали вот этих энергий, да, королевы Пентакли, с мамой, скорее всего, сложные отношения, да, вообще на самом деле, вот здесь вот, если я почитаю королевы Пентакли и дьяволы, это очень богатая женщина, это реально очень богатая женщина, и может быть здесь смотреть еще какой затык, почему я боюсь денег, потому что мне кажется, что я тогда не построю отношения, не построю семью, оно бы, конечно, хотелось, да, вместе с партнером что-то приумножать и так далее, но поскольку вот мы ушли в состояние сопротивления, нам что-то нужно себя преодолевать, потому что в этом есть ощущение ценности, в этом есть определенная драма, мы вот в королевы Пентакли не пойдем. Давайте, а высшие силы считают мы на правильном пути сейчас? Ну, кстати, да, слушайте, мы тут начинаем прислушиваться, слава богу, мы начинаем как бы получать о себе вести, нам дают знаки, окей, давайте, посмотрим предназначение с точки зрения родовой системы по папе, и как бы по маме, да, на что обращаем внимание? По папе о чем? По папе прокачать отношения с деньгами, и кстати, может быть, вам будут давать мужчин на доращивание ресурсов, такое тоже может быть, такой церпентакли, сейчас я немножко его раскрою, так хорошо, и вот этот рецепентакли, что вы должны с этим делать всем? Понятно, ясно, не, как это сказать, тут наоборот не доращивайте, понимаете, тут реально не доращивайте, не доращивайте, не обесценивайте, пожалуйста, себя не сливайте с выцены, императричный, пентакливый ресурс, как, знаете, это детокс-коктейль, да, там, я не знаю, огурец, яблоко, груша, так я вам говорю, императричный, пентакливый ресурс, по маме что? Конфликт, да, головой и сердцем получается, головой что? Головой что мы должны осознать? А, головой мы должны осознать какую-то свою власть все-таки, да, момент, тогда мне хочется жизни большего, и вот здесь вот, кстати, ваша пентакливая королева, она прям, а я денежки люблю, да, и здесь, может признать свою меркантильность, может признать свою выгоду, интерес, там, еще там что-то, слушайте, я сейчас расскажу такой смешной случай, я вот могу с вами делиться, потому что у меня это, ну, как мне кажется, достаточно неплохо проработано, потому что меня это не триггерит, у меня мама удивительный человек, она прям втирается в доверие к абсолютно незнакомым людям, и как бы прям ничтоже, сумневшись, можешь даже спросить, вообще, сколько ты зарабатываешь? я такая мама, ну, что-то там, да, и вот, а для нее, как бы это абсолютно нормально, то есть, вот она прям, да, там, хорошо, там, или что-то еще, да, что-то не повезло тебе за зарплатой, и как бы для нее это вообще без задней мысли, и вот этот момент, как бы двойки жезлов, говорит о том, что, может быть, нам пора признать, что мы хотим окружение лучше, пора как бы признать, что может быть мы сами где-то не лучшая версия себя, поэтому что-то себе запрещаем, сейчас еще посмотрю, о чем здесь двойка жезлов, четверка пентаклей, а это вот на самом деле, как это сказать, чтобы меня признали, да, чтобы реально признали, чтобы меня оценили по заслугам, у меня мама в молодости очень красивая, очень бойкая женщина, вот, а у меня это вообще явно не от нее, было большое количество различных женихов, вот, и скорее всего, там были моменты, ну, как-то выйти замуж удачно, но вот, собственно, здесь любовь-то победила, вот, как бы, да, и поэтому, это был мой творческий ранимый папа, а у вас что, какая ситуация, так, и по маме все-таки, да, мы здесь немножко мним себя, что, голубой крови, угу, угу, хорошо, а по папе, нет, давайте не по папе, сейчас посмотрим, что у нас на уровне сердца это происходит, то есть, а на уровне головы у нас выгода, а на уровне сердца, а сердце у нас, короче, вообще ведет не туда, да, то есть, вот у нас конфликт, как бы головы и сердца, и тут, понимаете, такой момент для вас, выбирайте, выбирать сердцем или выбирать головой, разрешите все-таки этот конфликт родовых поколений, давайте, что от вас родовая система-то хочет, на каком сейчас уровне-то для нее, угу, то есть, ну, может, тебе так много дали, тут у тебя таланты-то вообще есть, вот, если действительно у вас какой-то вопрос, связанный с замужеством, опять же, да, то здесь как бы про то, что все-таки как бы выбирай человека, который крутится, выбирай человека, который зарабатывает деньги, выбирай человека, у которого есть родословная, да, выбирай как бы человека, который как ты, потому что вы же тоже предприимчивы, но девчоночки мои, вот я знаю, что меня будут смотреть как бы женщины разных возрастов, да, и девчонки совсем молодые, как бы женщины такие постарше, которые там помнят, что у нас там творилось там во временной перестройке, и так когда приходилось там крутиться, или вот помните, например, как же называется этот сериал на канале Россия 1, он называется Челночница, и я прям что-то с удовольствием смотрела, я вот как-то люблю вот эти все сериалы, там, мир, там что-то, дружба-жвачка, да, когда вот нам показывают предыдущие все-таки эпохи, я смотрю, как там люди крутились, потому что действительно был дефолт, да, так я хочу сказать, что вы бы выжили, вы бы выжили в любой ситуации, вы бы там действительно, если ушли бы в свою реализацию по масти мечей, например, в интеллигенцию, да, вы действительно могли, ради того, чтобы прокормить свою семью, как бы идти работать на рынок. Слушайте, но у меня же тоже была такая ситуация, когда я, будучи студенткой, да, там, там писала какие-то научные работы и так далее, а летом как бы я подрабатывала, да, и ничего страшного в этом нет, при этом подрабатывала на той работе, которая вообще не говорила о моих каких-то умственных способностях, я их не применяла, это было все намного проще, вот, и может быть, это были какие-то легкие деньги, потому что это была продажа. Зато, понимаете, вот здесь тебя как бы с детства система закаляет, ты понимаешь товарно-денежные отношения, да, ты понимаешь, как деньги формируются, собственно, что нужно сделать, чтобы они приходили, да, как нужно их распределять. Вот вы такая женщина, которая распределяет ресурсы, и может быть, вы будете отличаться от других членов вашей семьи, которые с точки зрения вселенной, может быть, несколько безалаберные, потому что вы очень алаберные, я не знаю, как это сказать по-другому. Правда, у вас хорошо работает интуиция, чуйка, чуйка, поэтому, в принципе, в бизнесе можете преуспеть. Что-то с детства просто у вас. А с детства, знаете, что еще? Несмотря на то, что предприимчивость по второму варианту, очень глубокий внутренний мир, там луна, там иллюзии относительно себя. Иллюзии относительно себя. Знаете, здесь будет страх материнства, потому что ощущение, знаете, то ли в прошлых воплощениях, то ли еще что-то. Женщина прям как запрет. Либо это была потеря детей, либо это про мужчин, которые не могут дать тебе состояние безопасности в момент беременности. Были внезапные дети, скорее всего, и у женщины просто, как это сказать, должна была идти жизнь в одно как бы русло, а она менялась в противоположную сторону. Понимаете, да, что оказывается вы, у меня как бы дофига пентаклевый. И сейчас кто-то скажет, да мы же жезловые на самом деле. Ну, может быть, жезл как раз земля. Вы не задумывались вообще, что система у нас, ну, не только одна, да. Взять то же самое Францию и Англию, как я вам объясняла, в пентаклях. Во Франции пентакли это воздух. Ну, есть как бы в этом смысл, да, что вот есть такое понятие, как деньги на ветер, например, дали деньги, бумага. Да, и там, собственно, это воздух. А в Англии пентакли это почему не считать, например, жезлы землей? Насколько я знаю, по-моему, есть такая теория. Ну, вот просто я к тому, что иногда первоисточники искажены. И вот для того, чтобы докопаться до истины, да, приходится просто разрушать опоры, на которые стоят древние теории. Хотя вот откуда ты знаешь, да, древняя это теория, или это наши современники принесли что-то там свое из головы, например. Вот какая-то такая история. Поэтому для меня, конечно, здесь с одной стороны много огня у вас, внутреннего, но он какой-то очень практичный огонь. Это классно. Мне нравится очень. Я бы с вами дружила, потому что к вам придешь, ну, у вас что-то в холодильнике всегда вкусненько есть, да, с вами есть о чем поговорить, у вас уютно. С вами рядом как бы классно и безопасно. И с точки зрения мужчины я вас реально носила бы на руках. Вот, потому что как бы прийти с работы домой, а у тебя классно, прям безопасно, и как бы и кот жирный, там, да, и как бы дети все чистые, там, одеты. Это женщины, понимаете, на которых на самом деле очень многое вывозится. Понимаете? Это женщины, в чьих телефонах селфи-еды больше, чем селфи-прекрасных лиц. Потому что они интересуются другим, да, это не моменты какого-то самолюбования, хотя от праздного может быть. Это моменты, когда я познаю мир через эмоции, да, такая сильно развитая эмоционально-чувственная сфера. Поэтому может быть еще лишний вес, это ощущение какого-то, может быть, кайфожорства, понимаете, ощущение избыточности во всем, да, то есть такое тоже может быть. Ну, это же неплохо, это говорит именно о плодородии, да. Здесь еще давайте про предназначение, кстати, может быть еще и акушерство. Ну, если уж на то пошло, я тут еще почитаю немножко, как это называется, женщины, которые были как повитухи все-таки. Если буду читать для практиков, это все-таки момент рождения. Момент рождения, момент смерти. Ну, как переходы, получается, из одного состояния там в другое, да, такой момент пробуждения. Бани, кстати, еще могут быть. Ну, услышали, да, то есть это вот все ваше такое ресурсное состояние, ваше предназначение. Когда у вас дома хорошо, там тепло, уютно, у вас деньги всегда есть. Вы, кстати, укопить умеете, переумножать умеете, потому что у вас очень хорошо архетипы добычика работают. И здесь, понимаете, защитник, это защитник своего пространства, своей семьи в первую очередь. Вот такая история. Троечка, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Слушайте, хорошее такое прям ресурсное состояние у меня получается. Может, потому что сама по себе колода такая шаловливая немножко. Смотрите, что мы смотрим. Смотрите, что мы смотрим. Давайте, как вам кажется, в чем ваше предназначение? Как вам кажется, в чем ваше предназначение? Тройки. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Сейчас я упаду. А тут такое ощущение, что какое у меня там предназначение? Я вообще даже не понимаю, в чем смысл жить в этой жизни. И здесь такая повешенная. Все-таки это момент не про... Не всегда, короче, про жертвенность. Это момент внутреннего пофигизма. Что я живу в состоянии умеренности. Моя хата с краю. Это я писала такой пост размышлизмы в своем официальном инстаграм. Я писала, что для меня умеренность. И почему это ощущение не всегда жертвенности в умеренности. Это про то, что ты стараешься вести спокойно размеренный образ жизни. Не высовываться, не бунтовать. Ну, может быть, быть в состоянии перманентного такого кокона. Почему сама по себе ситуация подвешенная? Вы сами себе подвесили? Или вы сейчас пока не задаетесь вопросом предназначения? Ну, это что там нейроведьма? Там сейчас быстренько что-нибудь нам вытащим, да? Давайте, сейчас я посмотрю, как вам комфортно, ли состояние повешено? Нет, мы себя заставляем. Смотрите, то есть, видимо, у нас есть определенная миссия предназначения, да? А мы достаточно сильно контролируем и контролируем свои слова. Мы достаточно жестко относимся к себе, опять же. Мы очень много себя наказываем. Мы можем быть в состоянии аскезы. То есть, посмотрим, что привело к этому состоянию. Вообще, такая холодная, стервозная женщина, хотя это вообще не про вас. Или холодный, стервозный мужчина. Это что-то про власть еще не проработанную, да? Что привело к этому состоянию? Смотрите, то есть, у вас были определенные цели, вы их не достигли. Или пока не умение достигать своей цели. Вы можете находиться не на своем месте, да? И говорить о том, что, боже, ну я же достойна лучшего, я достойна большего. И мужчину, и другую страну, там, и другие деньги. Но у меня пока нет ресурсов на достижение этих целей, поэтому я временно в состоянии повешенного, да? И я сейчас должна просто мобилизовать все силы и ресурсы, да? Для того, чтобы это состояние все-таки преодолеть. Сейчас посмотрим. Ну, а с момента перехода все-таки, поймите. То есть, мы где-то еще с чем-то не расстались по карте мир. Да, ощущение, что обстоятельства, да, для вас играет не очень благоприятную роль. Я не на своем месте, я не знаю, что мне делать. Я тут заплутал, потерялся, и что делать, не совсем понятно. Человек заплутал, потерялся. Все-таки четверка мечей. У нас нет коннекта с этим миром, мы не понимаем, что от нас хотят. Ну, такое ощущение, что это наша душа все-таки это выбрала, понимаете? У нас сложный путь. Это сложный путь, который даст нам понимание силы, скорее всего. Путь реально сложный. Может быть, это путь воина, путь отшельника, путь мага, человека, которого система все-таки не признает, понимаете? Я надеюсь, сложно будет, скажу сразу. Если мы еще, конечно, уйдем потом в позицию мирного воина, то тут вот есть такой смысл, что к этому нужно прийти. Но мы должны к этому прийти через то, что мы победим внутреннего зверя в себе. Так, ладно. Понятно, что обстоятельства складываются таким образом, что вот мы что-то пытаемся понять про себя. К чему мы сейчас приходим? Хорошая, кстати, история все-таки по Рыцелю Кубка. Это все-таки мы выходим на предназначение, потому что у нас просыпается любовь к себе. Когда просыпается любовь к себе, нам проще встречать партнера, не обязательно партнеры в любовных отношениях, просто партнеров по жизни, сотрудничества какой-то и так далее, которые видят и понимают наши ценные качества, которые действительно позволяют нам досложить пазл. То есть мы будем складывать пазл о себе, исходя, наверное, из того, каких людей мы встречаем в своей жизни. То есть они нам будут нас открывать. Интересно, конечно. Потому что, ну, как бы, ваши семейные отношения вас явно любви не научили, да? Ни к себе, ни к людям. Да не хотите вы. Да, картинка у нас нецелостная. Что вы не хотите в себе увидеть? Вы не хотите увидеть, что вы пытаетесь собрать себя из чужих частей, да? Почему пазл не складывается? У вас ложные представления о себе. Либо вы пытаетесь подстроиться и встроиться в те системы, в которые вам вообще не нужно никак встраиваться. Ну, а как вам в этой семерке кубков в состоянии иллюзорности? Да, видите, четверка жезлов перевернута. Я вообще не на своем месте нахожусь. Хорошо. Ладно, давайте. Что там высшие силы-то? Одиночки такие вы по жизни. Что там высшие силы? Не, на самом деле, это хорошая карта. Это говорит о том, что все-таки мы в Пентаклях выходим в ощущение ценности, да? Вы тут цены, он говорит, слушай, вот тебе кажется, что у тебя нет ценности в этом мире? Ты не понимаешь, зачем ты здесь? Но у тебя, безусловно, есть ценность. Безусловно, есть ценность. Как высшие силы видят нашу ценность? Это наши таланты. Это наша многогранность, смотрите. Это наша предприимчивость, кстати. Такое ощущение, что мы можем быть в нескольких местах одновременно. Или у нас настолько гибкий пластичный ум, что мы можем находить выход из любых ситуаций. Ощущение, что у нас есть возможность, смотрите, прям вам будут как-то показывать, да, возможности переписать свою судьбу, да? Потому что вот Король Мечей, получается, да, Десятка Судьбы. Это прекрасные море, которые встречаются на жизненном пути и как бы будут показывать тебе людей, подсвечивать людей, которые будут тебя как пазл складывать, как пластилиновую фигурку, может быть, собирать, да? Вот как-то так. Так вот ощущение, что ты прям состоишь из большого количества историй даже, чувств. И вот эти вот нити судьбы условные, да, Десятый Аркан вот в этом ключе, это в плюс для вас? Или на каком состоянии прогресса или регресса для вас? Да? А это в зависимости от того, как вы к себе относитесь, потому что карта справедливости. То есть смотри, а любишь себя условно, да, ставишь там себя на первое место, пытаешься себя понять, и тогда тебе мир становится более понятен, да, как бы люди вокруг, да, то есть они идут навстречу. Ну, собственно, это не всегда так. Вот ощущение, что, понимаете, вы как стоите в какой-то вот палате меры весов, да, у вас огромные такие весы, потому что ощущение, что вот вы прям принимаете решение, да, этот человек достоин или нет. А какой-то момент инквизиции все-таки еще присутствует, да, когда мы инакомыслящие действительно можем прям там сжигать на костре. Энергия справедливости, да, у вас достаточно мощная в жизни. При этом такой земной справедливости, поэтому относитесь к себе в первую очередь по справедливости. В вашей жизни обязательно будут ситуации, когда к вам будут относиться не по справедливости, вместо того, чтобы там как-то мстить и как бы потрясать мечом, когда на вас уже не нападают, а сама атака произошла, вы просто должны успокоиться и сказать, пусть у нас все будет по справедливости. Вы, как сказать, настолько вы четко чувствуете эти энергии справедливости, оно, понимаете, не всегда в плюс, потому что вы с дебилами, простите мой английский, пытаетесь говорить как с нормальными людьми, да, а с ними нужно на их языке, понимаете, а мы вот пытаемся прям договориться, да, мы пытаемся, может быть, где-то, ну, поставить себя на уровень человека, да, а если это ниже, то мы как бы проигрываем заведомо, понимаете, в этой битве. И тут такой момент, да, что вам придется прям биться за свое место под солнцем, да, но это дает вретение ценности однозначно. Что там с денежным каналом-то? Вообще, на самом деле, все должно быть достаточно неплохо, потому что вы через любовь, через свой комфорт, через ощущение, то, что мне классно, в потоке можете материализовать вообще все, что угодно. Туз Кубка в Дьявол, это очень такие крутые комбинации. Вы любите деньги, кстати, вы любите роскошь, да, для вас это важно, да, там, какой-то финансовый статус и так далее, да, и вам реально кажется, что вы достоин. Может быть, здесь даже моменты какой-то вот королевской, не королевской, но какие-то родовые такие, да, присутствуют. Ну, предпосылки, наверное, да, к богатой жизни. Давайте. И вот тут вот, знаете, еще вот ощущение, что изначально, может быть, партнер рядом с вами ничего не представляет, а вы через, ну, как сказать, ощущение, что вы можете менять судьбу его к лучшему, да, то есть и ему открывать ощущение ценности. Если будет это обоюдный процесс, то, в принципе, здесь я могу тоже говорить о богатстве, понимаете, на уровне физики. Мне, кстати, нравится вот эта вот теория, серия, что богатый, да, когда у него много бога, но для меня это не про религию абсолютно, для меня это про момент творчества, да, что я творю вообще, что я вытворяю, творю, да, в своей жизни. Вот, а могу ли я чувствовать себя творцом своей реальности? Если у меня много творчества, творца внутри, как бы для меня это синоним все-таки слова бог, да, тогда я могу позволить себе богатство, потому что я могу позволить себе материализовать желаемого. Желаемое, простите. Так как у вас с этим-то? Материализуете желаемое? Или пока вот так вот мы бродим на окраине мира? Не, мы тут очень много сливаем энергии в какую-то фигню. По пятерке кубка в состоянии апатии, там, депрессии. Почему? Куда сливаем, кстати, энергию? В бесконечное самокопание, да, бесконечную жвачку в нашей голове. К чему это приводит? Все. Вы пытаетесь найти какую-то справедливость в этом мире, да, по четверке Пентакли еще. А потом признаете, что справедливости нет, да? Страх отпускать прошлое. Кстати, страх трансформации. К чему трансформацию должны привести по смерти? Короче, к чему должны привести трансформацию? Все-таки мы должны выйти в состояние жертвенности своей. Смотрите, тройка мечей, да, это, как это сказать, иллюзия относительно себя, которая действительно приводит к разбитому сердцу, потому что разочарование в первую очередь в себе, понимаете? Разочарование в себе. То есть мы людям доверяем, да, мы ищем от них тепла, мы ищем помощи, поддержки, стабильности, но при этом действительно нам приходится защищаться, потому что, честно говоря, прям эту стабильность тебе никто не рвется давать-то, да? Мои прекрасные. Мы вообще не про стабильность. У меня ощущение, что это настолько потоковая история, что мы сами создаем себе обстоятельства в нашей жизни. То есть получается, что мы проходим через череду препятствий, которые нас закаляют, да, и начинаем видеть совсем иные перспективы относительно себя. То есть живем в состоянии жертвенности, а потом начинаем получать все-таки ресурсы. Давайте, какие перспективы видим относительно себя? Ценность все-таки свою, да, ценность своего опыта, ценность, ну, той жизни, в которой я живу все-таки, да, по Верховному Жрецу, ну, это что у нас получается, Папа и Рафант. У вас, ваше предназначение открывается через принятие, кстати, системы родовой, прикольно. Такое ощущение, знаете, когда, может, вам родители говорят, что я тебя вот вижу так-то, так-то, нет, нет, ушли в состояние бунта и так далее. Через какое-то время понимаем, да что. Как ни странно, да, мы как бы приходим к тем занятиям, либо чем хотели заниматься в детстве, да, либо у нас есть какой-то, например, семейный бизнес или там какое-то семейное наследие, да, и вот ощущение, что мы бежали-бежали, мы все равно потом к этому приходим. Вообще, на самом деле, здесь тоже про наставничество, но про наставничество либо юных душ, если уж совсем мы прям берем какой-то, да, такой патетический момент, ощущение, что вы через свой опыт, через свой путь показываете, да, все-таки, как жить на этой земле. Сейчас, ваша почта Аэрофанта. На открытие внутреннего света, да, ресурсов, но почему-то юные души. Да, абсолютно юные души. Что же мы доращиваем-то? Кстати, может быть, менторство, если все-таки мы работаем с целевой аудиторией, то это дети, подростки. Может быть, либо действительно, где разница у нас там лет, может быть, 10-15, да, мы старше. Дальше. У нас хорошее предназначение на то, чтобы помогать человеку, смотрите, раскачивать все-таки свой денежный канал. Дальше. Возвращать людей в понимание своей родовой системы, да, под крыло условно. Поэтому, если я буду рассматривать ваше предназначение, это психология, регресс, это эзотерика, может быть, потому что здесь очень много все-таки мы говорим про работу души, как-никак, да. Вы сами проработали в себе эти моменты? Ну, тут вот, почему мы так сопротивляемся, это по семерке жезлов? Мы пока еще не вышли, в состояние императрицы, потому что нам там небезопасно. Почему? Расслабиться си не можем, мы не можем позволить себе какую-то радостную историю, а тут вот наше предназначение еще все-таки работа с женщинами, это женские энергии, такие женщины, девочки. Вот если бы, ну, мы сейчас с вами как-то работали, может быть, про прошлое воплощение, я бы еще почитала вас как наставника для девочек. Знаете, как, например, там, монахиня, которая наставляет там юных девочек, да, как воспитательница, например, в интернате, ну, или, например, там в детском саду, опять же, как учительница, да, там, может, когда школа благородный девиз, что-то такое, то есть наставница. А если все-таки вот негативные аспекты, знаете, это женщины, которые учат девушек плохому, что-то из серии, как там, что-то было, короче, недавно в Таргете ловила, что-то, как-то школа у тех, что-то такое, да, понимаете, да, о чем мы говорим. Наставница, которая учит женщин плохому, ну, плохому, непонятно, что неплохому, но раскрытие, опять же, да, своего потенциала через свои низы прокачанные. или как-то манипулировать мужчинами, чтобы там все тебе, как бы, в жизни давалось. И, как бы, при этом, да, она может в это идти, то есть вы можете, конечно, идти в эту всю сферу, а приусловились у вас у самой, как бы, все хорошо, все там, подчинилось. Потому что, да, здесь будут определенные скиллы по управлению лицами противоположного пола. Так, а через какие скиллы и ресурсы вы, во-первых, свой денежный потенциал можете вырастить? А тут негативные установки, на самом деле, что деньги портят, опять же, да, или их забирает власть, например, да, в какой-то момент раскулачивает, не, кстати, могут быть, у вас прям страх потери денег. В предназначении, кстати, есть деньги? Вы их боитесь очень, потому что они, знаете, для вас какой-то разрушающий абсолютно. Да, хочется вот этой праздной жизни, да, да, хочется каких-то моментов роскоши, но ощущение, что из-за этой роскоши тут как-то делали достаточно сложно, да, больно может быть, а может быть, были какие-нибудь, я не знаю, летальные исходы, болезни, болячки, там, убийства и прочее, прочее, да, это действительно связано как раз с вашими хотелками, да, с вашей вот этой материалкой, да, с вашим желанием все-таки достучаться до себя, до своих истинных желаний, потребностей. Что же у вас так сильно закрыта связь с собой, со своим источником силы? Смотрите, как мы закрываем, да, десятка жезлов, потому что мы тащим чужие проблемы, понимаете, на себе, да, десятка мечей, у нас что-то в головушке, то есть ощущение, что это моя миссия, тащить на себе чужие проблемы и открывать им путь к счастью. Хорошо, а вы сами себе открыли? Вы либо вы это будете делать через мужчину, да, и успокоитесь, тогда как рядом с вами будет человек, который даст вам ощущение защиты, либо все-таки это про то, что я через вот эти энергии императора навожу порядок в своей голове, да, как бы выхожу в свое ресурсное состояние, да. Мне, смотрите, нужно себя собрать по девятке жезлов. Научиться принимать очень важные решения, да, и не медлить и реально принимать решения, а не там перекладывать ответственность. И что там предназначение это? Вы его знали, вот сто процентов вы его знаете, вы это чувствуете. Может вы когда-то в куклы, там какие-то игрушки играли, себе видели, кем вот я вырасту. Я это всегда знала. Кем хотели быть-то? Всегда знала, но отвернулась все-таки от себя, да? Вы волшебниками хотели быть? Все-таки творить свою реальность, да? Маги, волшебники, кстати, здесь вот такой момент еще управления, да, все-таки либо сознанием, либо что-то такое, как это сказать, очень сильно подавленный эмоционально-чувственный аспект. Здесь у нас очень капризные, очень-таки манипулятивные личности, бегоцентричные. На пути к своему успеху, кстати, вы, ребят. Вы прям что-то мчите, да, на черном куне. Очень сильно хочется, да, прям смотрите, куда глаза блядят, да, рыцарь мечей все-таки и шут. Прямо с тремя головы, короче, несетесь, что там высшие силы говорят. Вы сейчас не туда, короче, куда-то, вы реально куда-то не туда, а вы прям запутались. Разворачиваемся, короче, разворачиваемся, и куда идем? Десятка кубков, девятка мечей. Так, короче, здесь есть какие-то травмы, серии там, меня любят, не любят, недолюбливают и так далее. Кстати, эти травмы еще у нас идут родовые. Любят, не любят, не доблюбливают. Давайте, предназначение по маме. Блин, мама, короче, прям давит очень сильно. Но все-таки сила дает вам мощь. Какого-то через манипуляцию, кого-то реально через внутреннюю силу. Ой, мама, короче, манипуляторы серии, что если ты делаешь не так, да, значит, ты меня не любишь. Давайте, предназначение по маме. Проработать отношения с мужчинами, кстати. Проработали? Ну, вы знаете, как со стороны пытаетесь сейчас на это все посмотреть, по верховной жреце, да, сильно эмоционально не вовлекаясь. А сознание-то у вас как бы детское. Поэтому мы пока больше сосредоточены на проработке своих детских травм, да. Да, пока не проработали, кстати, в процессе. А по папе, собственно, какие у нас задачи? По папе на стороне задачи выйти из тени, да, и они там видят потенциал, да, его там хранители родовые ваши по папе видят потенциал. А в чем они видят ваш потенциал все-таки? Прям любят вас. Ах ты ж моя звездочка, ах ты ж прям моя ненаглядная. Ты наша, говорит. тут больше, конечно, про то, что ощущение, что там кто-то не реализовался, они теперь ждут этой реализации от вас. И вот дают все, как это сказать, шансы, знаки, ощущение, что по этой восьмерке жеслов вас прям тащит, да. А вы сами как бы в этом состоянии тупика. Но у меня ощущение, что вот ваше предназначение, оно вот через какие-то спонтанные события открывается, понимаете, вас реально тащат к себе. Ох ты будешь, что мой. Все-таки луна, да, у нас предназначение идет. Да, блин, да что ж такое, прям с детства знали. С детства знали. Очень высокочувствительные, да, товарищи. Да. Про управление эмоциями все-таки. Очень много мягких женских энергий, да, здесь на самом деле мужчина все равно он как-то он про то, что берет вас за руку и выводит вас из состояния иллюзии относительно себя, да, из состояния какой-то жертвенности. И вот ощущение, что этого мужчину, кстати, вам посылает ну такую фигуру значила мужскую со стороны отца. Но папа такой не был. И вот здесь вот находите себя настоящую. Ну так что у нас предназначение-то все-таки, блин. Все-таки, слушайте, двойка пентаклей, здесь же такой момент, что к вам будут пересасываться большое количество паразитов, понимаете, вы на это будете обращать внимание, да, по сути, как бы вам нужно прям двигаться вперед сквозь вот эти все запреты. То есть это вот, знаете, вот момент, когда я не могу себе позволить, потому что я сделаю кому-то больно, неприятно, сделаю больно, неприятно к себе. Этот момент дуальности, мы постоянно в этом крутимся, и мы как бы не выходим дальше, понимаете, а нам все-таки туда нужно. У нас офигеть какой творческий потенциал, да, это творческий поток, это рисовать, это действительно, как это сказать, видеть этот мир красивым, смотрите, да, находить красоту в этом мире. Про предназначение. Здесь очень много эстетики, здесь очень много искусства, это про то, что мы действительно про, ну, я не знаю, как это, тут наследие нужно оставлять, послушайте, да, и через вот это наследие, да, вам приходит ваше предназначение, да, как бы вам приходит, как бы вот ваши компенсации в плане финансов, все тоже, вот, но мы, да, долгое время себя обманываем, долгое время себя обманываем, поэтому будем смотреть и выбирать еще различных творческих личностей, помогать им, да, как бы доращивать, почему, потому что мы не хотим это творчество и хрупкость видеть в себе, тут наоборот, только момент, что я же такая сильная, я же такая королева Пентакли, на самом деле, здесь троечка абсолютно кубковые, абсолютно ранимые, абсолютно лунные такие, да, и здесь их предназначение, да, какие желания их выполняются в девятке Пентакли, о чем здесь, здесь, как нам читать восьмерку мячей в предназначении, этой серии, что если ты не будешь делать кого-нибудь родовая система, как нам надо, да, не будешь следовать нашим советам, то ощущение, что тебе финансовый поток прикрывает, но нет, на самом деле это вообще не так, вы знаете, что вот ваше предназначение это все-таки парный союз, как никак, не получится в одиночестве, вам это нужно делать с человеком, здесь на самом деле смотрите, выход взаимодействия с миром, это женщина, которая генерирует вокруг себя радость, генерирует вокруг себя свет, понимаете, она даже немножко может быть, ну такой немножко напористый по королеве жезлов, да, но при этом вот ощущение по шестерке пентаклей, да, что она вот реально прямо на своем месте находится, если она все-таки выходит из состояния отшельничества, в материальный мир, понимаете, здесь вот будут какие-то блага определенные от мира для нее, если она перестанет бояться еще своего потока, потому что она абсолютно потоковая, она абсолютно радостная, это женщина-девочка, да, эта женщина такая абсолютно неугомонная, такая как пеппи длинный чулок, она немножко эксцентричная, и здесь на самом деле, понимаете, предназначение просто про, вот в любой-то профессии, про какой-то креатив, про какое-то шутовство, понимаете, про вот эти энергии детства, которые мы все себе запрещаем, да, не как вот, ну, слишком уж мы как бы уходим в состояние самобичевания, когда нам запрещают их проявлять, да, а через вот этот нестандартный подход, через энергии детства, через непосредственность, да, здесь мир как бы открывается, ну, достаточно такой вот радостной стороной для вас, а вы как ежики пока сидите, вам почему-то кажется, что да, больно сложно проявлять эмоции, но нет, здесь просто про то, что меня любят и принимают любой, любят и принимают любой, абсолютно кубковые девочки, очень страстные, кстати, вот, есть же еще версия, что все-таки кубки это огонь, ну, потому что на самом деле сносит нам голову, от любви, поэтому вы реально огненный, как-никак, такая огненная вода, да, струитесь, как алкоголь, да, по венам, и оставляете такое приятное послевкусие, пьянящее женщины, на самом деле, да, здесь вот прям предназначение смотреть, пьянить, как бы кружить голову, да, и жить в состоянии какой-то тотальной радости, хорошая, кстати, история, а там уже, собственно, на состоянии тотальной радости можно выстраивать и менторство, и наставничество, как бы все, что хочешь, все, поговорила про вас, надеюсь, что это было полезно, напишите мне в комментариях, потому что для меня это был такой немножко энергозатратный расклад, как-никак, ну, собственно, все же у нас расклады на саморазвитие, они энергозатратные, потому что они предполагают работу мысли, да, перестройку нейронной связи, опять же, и хочется мне, как бы достучаться, поэтому я тоже вкладываю большое количество своей энергии, но просто я уверена, что я получу от вас обратную связь, ну, поэтому, как бы, да, я могу сейчас выложиться, потому что я знаю, что, как это называется, в коня корм, я вас на самом деле очень верю, все, все, наверное, что хотела сказать, с вами была я, ваша нейроведьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова